Это намного роднее такая байдарка, честно вам скажу. Вот 1967-1968 год, о таких только мечтали. Подойдешь, гладишь ее, понимаете, вот настолько она была красивая. С его молодости много что изменилось, и байдарки, и скорости, и даже этот грибной канал, который в мае ждет крупнейшее спортивное событие в истории региона. Владимир Панков, ветеран алтайской гребли, ворвался в спорт в 16 лет и почти сразу спортеяда народов, чемпионат мира, первые победы выступал Панков в составе сборной Советского Союза. А ведь начиналось все не так грандиозно. Пацаны у нас в классе, человек, наверное, 7 или 8 ходили на греблю. Они меня позвали, говорят, приходи, пойдем с нами на лодочках, покатаемся. Посадили, показали как, в двойку посадили, подержали, а потом взяли, отпустили. Ну, я, естественно, сразу перевернулся. Все, вылез, думаю, нафиг вашу греблю, холодно замерз. В какой-то момент гребцу пришлось сушить весла, оставить спорт и обеспечивать семью. Между прочим, у Панкова 6 дочек, а сейчас уже и 9 внуков. Сегодня у Владимира Ивановича есть большая мечта – освоить водоем во Власихе, чтобы тренировать юных спортсменов из поселка. Если получится, я там, конечно, без разговоров, я с детьми буду работать. Там школа как раз где-то 800 метров от водоема, школа. Водоем хороший, почти по ширине, вот как наш гребной канал. По словам Владимира Панкова, на обустройство канала не понадобится много средств, ведь никто не собирается возводить там второй гребной канал. Всего лишь место для тренировок. Удивительно, сегодня этому человеку исполнился 71 год. И в нем еще столько сил, чтобы воспитать, возможно, будущих звезд алтайской гребли. Даже если мы не приготовим из них чемпионов, не подготовим, мы просто из них сделаем крепких, здоровых людей. Ирина Корчегина, Николай Шелко. День с толком.